Всем привет! С вами компания Электромотор. В данном видеоролике мы вам расскажем, как подобрать сейлку для высева лука. В этом видео мы взяли репчатый лук чернушка. Маленькие черненькие семена, которые высеваются в грунт и присущие поздним сортам. Как видим, высыпали мы семена на руку. Как видим, структура почти однородная, то есть они откалиброваны. Размер практически одинаковый и довольно маленький. Максимальный их размер составляет не более 2-2,5 мм. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что подойдет несколько сейлок. Прежде всего, это маленькие СМК, представители для небольших территорий и участков, для таких, как теплицы, например, либо СОР 1-1 со втулкой ВПС-27. Рассмотрим каждую из сейлок более подробно. Первый вариант это СМК-1, предназначенный для засева небольших территорий и участков, например, таких, как теплиц. Внутри высевающего аппарата стоит втулочка ВПС-27. Втулки ширина бороздки составляет 1 мм. Для семян лука это не проблема, то есть на шаг посева норму высева это не влияет. Отверстия во втулке вы можете регулировать сами, либо заказать уже шаблонные, то есть высверленные с завода. Либо 10 количеств отверстий во втулке, либо 6. Следующий вариант это СОР 1-1 с высевающим аппаратом ВПС-27. Там стоит точно такая же втулка, но бункер немного больше, вот здесь, как показано на данной презентации. Либо СОР 1-2, это один ряд, но две секции, расстояние между секциями 7 см. Если для вас не принципиально шаг высева, и вам не обязательно регулировать точность высева семян, вы можете подобрать селку СОР 1-1 с высевающим аппаратом ЧВА. По-старому это называется СР-1. Это универсальная селка, приобрев которую вы сможете высевать любую культуру. Там стоит специальный диск с разным диаметром отверстий. Вы можете отрегулировать, выставляете диск на необходимый диаметр семечки. С помощью звездочек и с помощью барабана вы можете регулировать норму высева. Путем проб вы можете предварительно ее прокатить и посмотреть, какая у вас будет норма высева семян. Сколько штучек семян у вас получится на метр. Также хочу обратить ваше внимание, что есть селка СОР 1-1 с высевающим аппаратом нового поколения. Там стоит втулка с активным сбрасывателем 52, ВАЗ-52. Она тоже идеально подойдет для высевания лука маленьких семян. Она, конечно, в цене немного дороже, но все зависит от того, какую территорию вам нужно высевать и стоит ли делать такие затраты. Что еще могу сказать для селок для лука? То, что я сказала раньше, это предназначено только для мелкосемянных культур. То есть это лук-чернушка. Если у вас лук-севок, это маленькие луковички, вам подойдет, незаменима будет в вашем случае селка СЛР. Она бывает ручная, мотоблочная, либо тракторная. Одно, либо двухрядная. На этом слайде показан весь ассортимент селок для лука-севка. СЛР – это ручная селка, СЛМ – мотоблочная, СЛТ, тракторная. Для того, чтобы разобраться в этом разнообразии, вы можете посмотреть наши статьи, посмотреть наши ролики в YouTube, либо позвонить менеджеру в компанию «Электромотор». Мы все вам подробно расскажем. Принцип работы, как регулировать норму высева и на что стоит обратить внимание при покупке. Напоминаю, что в компании «Электромотор» вы можете приобрести втулку WPS 27, либо WPS 52 в нескольких вариантах. Первый – это глухая втулка без отверстий. Второй вариант – это уже с высверленными отверстиями заводского типа. То есть там идет, в зависимости от нормы высева, либо 10 отверстий, либо 6 с разным диаметром. Если вы все-таки уверены в себе и решили приобрести глухую втулку, то с каждой селкой в паспорте идет два шаблона, согласно каких вы можете подобрать норму высева семян. Посмотрите на упаковке правила посева вашей культуры, определите в таблице для себя количество отверстий, их диаметр. Пожалуйста, высверливайте, делайте свои заготовки, высевайте еще больше овощей и хороших вам урожаев. Если у вас остались вопросы по селке для лука, обращайтесь в компанию «Электромотор». Будем рады ответить на все ваши вопросы. Контактный телефон 044-5300-38. Продолжение следует...